И сейчас я сделаю такой ход конем, антимаркетинговый, да, и скажу, что если вы будете ждать или хотите, например, в этом эфире услышать конкретные события, что у нас будет в 23-м году непосредственно, вот прям как события происходить, а что может быть не будет, тогда уходите с этого канала, тогда не смотрите это видео, потому что это я не скажу, на самом деле, к сожалению, процентов 90 прогнозов, не, скажем так, в прогнозах, а вообще прогнозов в целом, да, это спекуляция, обычная манипуляция, спекуляция информации, игра на эмоциях, игра на чувствах людей, да, и пугалки, страшилки, и где-то для кого-то сильные вдохновлялки, а я не хочу так делать. Меня зовут Роман Косарев, я ведический астролог, практикующий ведический астролог, как я всегда проговариваю дальше, помимо всего прочего, потому что я еще являюсь преподавателем ретритов, провожу ретриты випассана уже на протяжении порядка 7 лет, занимаюсь йогой, преподаю йогу, ну и еще разные, скажем так, сугубо такие, ну в общем, другими делами занимаюсь в плане настройки, например, контекстной рекламы и прочее. И что хочется, с чего хочется начать, прям с чего хочется начать, с того, что на самом деле 23-й год, 23-й год, он очень богат на события в астрономическом, ну и соответственно в астрологическом плане, потому что именно в 23-м году будет три знаковых перехода, ну или транзита, или смены знака, ну три там будет много, конечно, но три будет знаково в том смысле, что менять свои знаки, да, восходящие или не свои, а там, где находятся сейчас планеты, менять свои знаки будут планеты, так их называют, ну медленные планеты, это Сатурн, самая медленная планета, да, которая именно в джиотиш используется, мы про западную не говорим, это Юпитер будет менять знак, и это будут и менять знаки на лунные узлы Раху и Кету. И то, что в один год это происходит, а Сатурн вообще в принципе меняет положение свое раз в два с половиной года, Раху и Кету примерно раз в полтора года, и Юпитер тоже примерно так, где-то раз в полтора года меняют знаки. И то, что они совпали так и меняют все в один год, это на самом деле указывает, что год будет непростой. Кто-то написал, очень интересно, у моих многих клиентов сильные болезни, переезды, смены работы, у многих прямо сильные встряски в жизни начались. Ну да, вообще эти встряски начались еще в 19-20 году у многих, да, помните 20-й год, там, конечно, меньше переездов было. И меньше перелетов, но встряски были, мама не горюй. 22-й год нам принес другие встряски, 23-й год будет богат на встряски.